Каждый такой факт разбирают на заседании межведомственной комиссии. Ее заседание прошло сегодня. Представители мэрии, налоговой службы, соцзащиты, пенсионного фонда и полиции пока только беседовали с нарушителями трудового законодательства. Предприниматели также предупредили, в следующий раз придется отвечать по законам. А это штраф до 120 тысяч рублей за каждого неоформленного сотрудника. По данным мэрии, курорта чаще всего стараются уйти от налогов владельцы небольших отелей, гостевых домов, сезонных кафе и строительных компаний. В результате бюджет курорта недополучает средства, которые могли бы пойти на реализацию социальных программ или решение городских проблем. Мы полагаем, что это очень существенная сумма, выражающаяся в недобираемых городах, прежде всего, налогу по НДФЛ и, соответственно, по пенсионному фонду. Суммы мы пока, это первое МВК в таком формате прошло, не хотима называть. Посмотрим, что называется, по осени на результаты этого мероприятия, но оценивается как несколько сотен миллионов рублей. По предварительным данным, в Сочи неофициально работает порядка 70 тысяч человек. Из-за этого бюджет курорта недополучает свыше 220 миллионов в виде налогов. Работодатели также проинформировали, что сейчас в Краснодарском крае минимальный размер оплаты труда в таких сферах, как строительство, гостиничный бизнес и общий ПИД – это 10 тысяч 450 рублей. Поэтому всем, кто заключил договора с работниками на меньшие суммы, необходимо заключить с сотрудниками ДОП-соглашения и выплатить недостающую разницу в зарплате и соответствующий налог. Продолжение следует...